Вот, и они здесь произвольно, на самом деле, порядка стоят кейсы. Я вам просто так огласить, о чем вы сегодня услышите, так очень коротко. Но начнем мы с, все равно, вот, порядка, условия изменения на жизнь. Вот, расскажите, как это получилось, что получилось? И какие, может быть... Ну, это же презентация. А мне кажется, вы с этим уже... Я? Нет. Нет? Как это получилось? Ну, скидывать, я, да, могу сказать. Не все знают, как человек, который запомнился, что он изменил жизнь и изменил одну жизнь, да. Больше, наверное, это главное, как бы обликнулся на филантроп, но еще я разные всякие проекты реализую. И будет, ну, изменил жизнь, одну изменил жизнь. До самого начала что-то вроде, там, технического всего. То есть я, там, посредник с фондовыми программистами и все, что связано с техническими задачами, я реализую, вот, да, своими руками приходится делать. Вот, и не знаю, я, честно говоря, не люблю презентацию Кати, а вот теперь я начинаю выглядеть. Я могу все пить. Я могу все пить. Чудово мне не заявить с этим делом на конференцию с провалом. Вот. Можно я немножко расскажу? Собственно, наш фонд занимается тем, что мы помогаем детям срокам находиться сием. В общем-то, наш фонд такой, скажем, скорее, наша работа скорее виртуальная, да, интернет-работа, в большей части. Потому что благотворительные фонды не могут вмешиваться в процедуру усыновления. По сути, все, что мы можем сделать, это предоставить информацию о детях, сделать так, чтобы как можно больше потенциальных родителей смогли найти нужную информацию как о детях, так и о процедурах усыновления. И, в общем, хотелось бы, конечно, чтобы как можно больше обычных людей стали этими потенциальными усыновителями. Вот, собственно, с чем мы столкнулись, у нас была довольно большая, уже к тому времени, когда эта идея появилась, была довольно большая базовая дианкета детей. И, в принципе, кто надо, те, кто вообще задумывался о усыновлении, они могли бы найти, в общем-то, и без особого продвижения уже проекта. Вот, а именно те, кто еще не принял такого решения, собственно, они и не доходили до нас, до нашей базы. И мы хотели создать какой-то сервис или провести какое-то мероприятие, событие, которое бы привлекло обычных людей. Вот, собственно, так появилась идея, так как детей-сирот, во многом считают... Другими, да, другими детьми. Бесплату и генетикой, детьми, которые... Даже не считают, что это дети, которые никто не видит хорошими, кроме тех, кто пытается усыновить. Мало кто представляет, что это за огромная толпа сотни тысяч детей, да, и как они живут. Они живут изолированы от общества, да, их видят только после выхода из детского дома, и обычно не понимают судьбу. Да, 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 то есть, в принципе, это не заметно для общих детей. Хотелось, одна из задачего проекта была, в том числе, показатель детей. Что, собственно говоря, Катя придумала? Это, в общем-то, пришла просто идея дать возможность людям загрузить свою фотографию, чтобы мог человек увидеть ребенка, похожего на себя, собственно, задумаясь о том, насколько их дети чужие. Действительно ли ничто не связывает человека, обычно, с ребенком, который находится в детском доме? Возникла у нас такая, скажем, версия 1.0 проекта «Дети, похожие на вас». Версия 1.0 мы делали почти как бы своими силами, фактически. То есть, мы понимали, что это для нас неподъемная задача, потому что, с одной стороны, потому что нужен был сервис, который просто познавал лица по фотографиям, да, ну и плюс находится там некое взаимодействие с нашим сервером, с нашей базой видеоанкет. Фонд создает видеоанкет, создает одна из основных его задач. То есть, есть некая база детей с фотографиями, с которыми нужно было опираться. Но, однако, мы взялись за это дело. Для того, чтобы найти сервис по нахождению лица, конечно, мы не разрабатывали, мы взяли уже имеющийся сервис, такой Sky Biometer, находящийся в Литве, и позволяющий там небольшой причиной даже бесплатно пользоваться, да. Многим мы им им платим, но зато как минимум уже вполне обучить сервис. И дальше на нашей стороне просто мы написали некое IP, которое берет фотографию из нашей базы, отправляет на этот сервис, сервис тренируется. Дальше, значит, при загрузке фотографий ребенка выходят дети, похожие на человека. Это было как бы прекрасно, мы привлекли одного как раз проблона специалиста, прекрасного программиста, который нам помог во многом, и выпустили этот сервис, и вот он там, наверное, около года существовал, только никто им не пользовался. Ну, то есть, как бы, за работу только никто не пользовался. Да, в общем, был некоторый интерес в нашей тоже, можно так сказать, среде, среди усновителей, волонтеров. Были споры большие, да. Да, 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 за пределы сектора, как бы ни старались, не вышло. А задача была как раз винить народ. Да, собственно, можно увидеть, что это все довольно простенько. Да, был баннер, к которому ты попадаешь уже на страничку, где можно загрузить фотографии, в общем-то, и там такой простенький списочек видеанкет. Вот, и, собственно, у нас возникли вообще какие-то... возникли сомнения, живой этот проект или не живой. И здесь, на наше счастье, подключилось агентство Ян Корбикамоско, с которым у нас до этого был другой проект, фильм, который меняет жизнь, и очень интересный, да. Простите, не выйдите. И им захотелось сделать еще что-то с нами. И они взяли под свою крылу и разработали как раз вот такую упаковку визуальную часть проекта и с программным, с программной частью тоже помогли. Ну, по сути, они сделали продукт заново. И вот идея не поменялась. Вы выбираете фотографию, получается, ребенка похожего на вас. Ну, делитесь, не знаю, восхищаетесь. Вот. Идея не изменилась, но изменилась подача, и шел в общем-то успех. Собственно, вот делаю... Это такое мини-приложение на сайте. Отдельный сайт, получается. Да, они сделали просто на нашем поддоме, и сделали просто совершенно отдельное вверх-приложение. Это даже другой подкорный, отличный подкорный сайт. Да, агентство сделали ролик, промо-ролик проекту, такой эмоциональный, про то, как девочка из детского дома ищет маму, похожую на нее. Люди, которые сталкивались с проблемой, говорят, что это розовые сопли, но... Ну, то, что было нужно, на самом деле. Собственно, кроме рекламного агентства, на проекте еще работали их партнеры, которые диджитал занимались, и пиар-агентство. Дальше все делали про бона. И еще дополнительный такой бонус вишенка на торте была поддержка от администрации одноклассников, которые очень хорошо промотировали наш проект при запуске, помогли даже на страницу сообщества встроить такой баннер видео, который переносит сразу на приложение. И в самой сети одноклассники также были взвлечены баннеры, привыкать селебритис даже. Было хорошо. 100 тысяч считали первый месяц, потом, разумеется, интерес после того, как промокомпания закончилась упал, но 200 тысяч человек загрузили свои фотографии, узнали, что есть дети спокойные. Да, собственно, вот можно увидеть, как мы спокойно жили. Жили, да. Здесь суверенность конверсировалась, соответственно, по усыновительству. Это сложно почитать, потому что сам процесс усыновления, он смотря с какой точки считать. С момента принятия решения человека может пройти два-три года, пока он не задрел. И как надо, может быть, измерять, соответственно? Это сложно, потому что усыновление, это как бы не клик задумал, а кликнул и усыновил. У нас нельзя, грубо говоря, выстроить на сайте цель усыновил, да? Нет, сделать невозможно. И даже цель, там, задумываясь, об усыновлении выстроить очень сложно. Да, вот. К сожалению, именно это посчитать мы не можем. Мы можем пересчитать, что тормотение, мы прямо с этим не связаны. Тем более, что конвенция усыновления с задачей не стояла. Потому что мы понимаем, что это сложный процесс, так потому что понимаем, что этот процесс куда-нибудь готовый человек лучше вообще, чтобы не вылезать. Задача была немножко другая, конечно. Многие в некоммерческом секторе, в сиротской теме, негативно восприняли даже первую историю с этим проектом, потому что возникало что-то такое похожее на магазин детей. Вообще по таким параметрам, там, забылся и был похожим на себя ребеночком, и, значит, ну, будто его потащил. Это, конечно, выглядело не очень приятно, да, для нас. И и такой задачи перед нами тоже поставили. Задача была именно показаться, а еще продать, да, в сирии. Ну, собственно, чем мы занимались. Поэтому можно там считать конверсивное усыновление невозможно. Можно посчитать там всю деятельность фонда, да, который это усилие, там, производство. Это не должно быть нет. Понятно, но опять же, цель усыновить, это не всегда даже цель, которую можно поставить. Нет, это цель какой-то был. Приложение не может помочь усыновить. Оно не может, и никто не может помочь, даже Астахов не может помочь. Здесь вопрос не в том, что приложение должно помочь, не должно помочь. Здесь ваша задача, то есть, ну, как бы, просто так рассказывать, это ни о чем. Это вопрос. хорошо, можно в комплексе смотреть. Этих дорог очень много. Вот я одну из простых покажу. Для того, чтобы снимать видеоманкеты детей-сирот в каком детском доме, что нужно сделать? Нужно договориться с региональным правительством, договориться с органом опеки, получить, значит, какие-то там верительные грамоты, потом договориться с детским домом приехать. Это возможно, но не в качестве. А я еще так же нужно найти оператора, которые будут делать постпродакшн. Куча всего, что нужно сделать, и что сделать в тех объемах, которые сейчас работают фонд, на сколько? 50 регионов, да? Что-то такое. Больше всего, 60 регионов оплаты. Сделать это невозможно без постоянной договоренности с местной властью, с федеральной властью, без постоянного поиска волонтеров, и не волонтеров, которые снимают за какую-то небольшую денежку эти видео, без постоянного продвижения решить задача невозможно. даже это операционные. Это одна из историй, которые помогают. У нас просто еще три кейса разные, поэтому... Можно заранее. Это одна из задач, которая помогает решить вот эти проблемы. То есть здесь вот нарисовать цель, можно было очень простые цели нарисовать и посмотреть эффективность. Читали загрузки, сколько людей узнали, сколько людей отъедет, сколько прессов, такие простейшие, первые читали, считали показатели, потому что более сложно, выстроить было невозможно. провести цепсологию, сказать фокус, скажем, по стране, но это... Здесь нет, здесь скорее договориться с фондом, чтобы они давали некий отклик по тому, кто установил хозяева. Так, коллеги, давайте... Да, сейчас не будем... Если по этому фокусу тоже есть что сказать, то давайте, можно... Я буду очень рада, если много противоречивых дискуссий возникнет после. Вот сейчас нам важно посмотреть, что вообще бывает. Ну и, собственно, когда проект получил награду на транспортивах, для нас это тоже было важно, потому что еще раз привлекли внимание к самому проекту, к видеанкетам, собственно, был еще такой небольшой всплеск, и, собственно, больше детей увидели люди. В общем-то, это была наша основная цель, чтобы просто больше пользователей интернета увидели, где нет детей задумывались. Вот, а, собственно, каким выводом пришли после завершения этого проекта? Хотя я не знаю, насколько он завершен, там же всегда есть есть над чем поработать. Собственно, мы увидели, что одной идеей и программной реализации недостаточно и необходимо привлекать вам представить, кто может идею хорошо представить и помочь с подвижением. Собственно, вот с чем нам помогло и данное детство. Хотели нам, что-то какие-то два ключевых момента отручить? Потому что я думаю, что вы здесь радостно потом загружены на сайт, или может быть, на доску, или на губы там. Ну, собственно, что-то можно сделать своими силами, если есть ресурсы организации. На что нет ресурсов? Лучше, конечно, давать на аутсорсинг или пробоны, или с какими-то дружественными агентствами и организациями, которые могут заумеренные какие-то возможности... Да, мне кажется, самое важное это найти взаимопонимание между коммерческой организацией и креативным агентством, потому что понимание общего мира, оно настолько разное. у нас в благотворительном секторе главный принцип не навредить, в секторе креативном шокировать. Это абсолютно предуположенная история, которую все время нужно совмещать. И это помимо каких-то там культурных, связанных с командой и так далее, вот этих вещей. Главное найти вообще взаимопонимание и понять, пойти друг к другу на встречу, найти какой-то коммерчес. Ну да, вот я... Да, спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok